всем привет заранее извиняюсь за ветер потому что погода сегодня солнечная но ветреная взял велосипед выдалось буквально полдня поеду съезду небольшую поездочку что нибудь сниму какой-нибудь обзорчик прокачусь посмотрите новые места поэтому приятного просмотра сейчас скачаем колеса выдвигаемся еще вот такая удобная штука это насос аккумуляторный от сяоми сейчас уже вышла вторая версия первая довольно довольно давно использую велосипеда и для самоката детям коляски подкачивать ну удобно как бы он компактный при этом не надо там потеть что-то качать особенно если у вас давление большое нужно и он автоматически останавливается при достижении нужного давления также здесь есть фонарик маленький встроенный штука прикольная понятно что с собой возить вы ее не будете но так вот положить дома в подъезде накачал на улице накачал убрал обратно очень удобная штука чтобы вот этим маленьким насосом не мучиться это как бы аварийный уже насос такой в общем-то с трудом конечно может накачать автомобильное колесо минут там 5-10 придется подождать такая штука кстати когда я езжу по всяким злачным местам и снтшкам всяким маленьким у меня всегда с собой есть на ходу не очень много всяких разных бывает просто не привязаны которые якобы не кусаются бывают просто бродячий собаки которые тоже при виде велосипеда самоката начинает не очень адекватно себя вести поэтому у меня всегда быстром доступе есть баллон чтобы можно было максимально быстро его достать если вдруг понадобится применить так что так безопасно все-таки важно особенно если вы едете по незнакомым местам но это очень опасно это действительно даже как по-пока и профессионально стоит но я хочу посмотреть что здесь есть на видео. Перед постепенно объем он открыл стен в пищеварке. На видео на видео качаловочке он прошел славис на ворожье и самих вихлось снятипула на видео número 4-10 годы и вы видите что здесь уже внизу от ее финансового пуста здесь ниже у нас не меньше и и вы enables ее меня еще и сцепи на улице blue и у нас есть еще одна следовая часть из морской тут breakout и у нас находится в часово закТак очень довольно далеко отзотно погодка разгулялась еще становится уже немножко жарко доехал до реки сейчас вдоль реки покатаюсь места поищу по собой ничего не брал вообще минимум снаряги будем искать какое прикольное место но здесь в общем то тоже уже неплохо но я хочу еще покататься заранее для себя понял что очень удобно не таскать собой отдельный шорт отдельные штаны приобрел себе на катоне такие штаны которые элегантно превращаются в брюки или в шорты очень удобно когда становится жарко быстро даже не надо обувь снимать расстегнул у вас уже шорты то есть это очень удобно то есть не надо скидывать себя обувь можно прям не снимаю обуви быстро превратить шорт а когда станет холодно обратно пододелал и опять что она очень удобная штука часто пользуюсь да ну как обычно начинается по весне куча борщевика мы прям реально беда потому что по полю особенно в шортах очень сложно ехать можно ожог получить на коже попадает сок и от ультрафиолета начинается получать очень сильный ожог к сожалению у нас это прям беда видите все зарастает борщевиком с ним пытаются бороться но он живучий гад реально очень сложно его вывести иногда некоторые места вообще не пройти то есть приходится прям буквально прорубать себе путь по поводу собак я говорил слышите непонятно привязана или не привязана там по идее вообще по карте ничего нет а собаки лает и причем не одна поэтому персовый баллон с собой возить всегда полезно никогда не знаешь когда понадобится при этом я специально ввожу струйность чтобы ну привез к необходимости не держать в голове где у меня ветер с какой стороны я нахожусь не попадет ли мне в обратку струйный большой баллон большого объема позволяет ну с большой вероятностью залить кого угодно и не одну собаку скажем так но если какой-то маргиналом попадется можно и его оприходовать короче не забывайте про технику безопасности и на всякий случай возить с собой перцевого баллона ну чё поехали дальше аккуратно через борщевик внимание чем я говорил сзади меня борщевик высотой больше чем я метр на два с половиной если не три и здесь его много там все повалено он засохшие все увидеть стволы стоят прошлогодние то есть летом здесь выше человеческого роста огромные заросли борщевика здесь не проехать короче сегодня будет видимо спонтанный выпуск про борщевик я просто чего не сказал то самое главное в чем коварство вот этой штуки на самом деле самое большое а в том что когда сок попадает на вашу кожу вы не сразу чувствуете что у вас будет ожог обычно он проявляется вот я в прошлом году спину обжег случайно это заметил только через несколько дней когда у меня кожа слазить начала и болит это уже потом через несколько дней и фишка в чем если вы не успели не заметили и нужно максимально быстро промыть водой сок смыть и это место обязательно нужно завернуть чтобы на него не попадали солнечные лучи потому что сок борщевика он именно ослабляет защиту от ультрафиолета то есть вас не сам борщевик жжет а солнце жжет просто у вас пропадает защита у кожи от ультрафиолет и проходит это все рубцы остаются довольно серьезное и проходит все ну там несколько недель там две-три недели это у вас будет болеть поэтому сразу промывайте водой смывайте этот сок и обязательно замы заматывать это место чтобы не попадал солнечный свет погнали дальше так ну время уже после обеденное поэтому нашел такую прикольную полянку сейчас извиняюсь за ветер очень ветра настало пришлось даже подойдется обратно сейчас буду разогревать консерву небольшой обжор сейчас будет на маленьком таганочке сухом горячим сейчас просто я налегке поехал еще покажу что с собой взял обрала с собой вообще по минимуму такая консерва рис с овощами магазин из заехал разогревать буду специально дома взял уже несколько лет назад купил валялась просто ради интереса взял попробовать вот такой маленький таганочек на сухом горячим я вообще не очень люблю сухой горячим тоже пахнет неприятно но место маленького занимает компактно на одну консерву мне без проблем хватит разогреть а горел по собой брать не хотел ну чё посмотрим как это работает так три таблетки горючего две спички три спички так а зажигать его скинушка зажигалку взял смотрите это походило черкаши что ли или это ржавчина оба что его поджигает а вот здесь вот черкаш а это он видимо заржавел но у меня давно валяется очень ветрен на улице поэтому так ну загорелась да горит чуть-чуть приоткрыть чтобы не бахнул и ставим разогреваться так ну консервами разогрелась одной таблетки более чем хватило вон там уже кипится я буду снимать покажу что внутри так ну вот как раз таблетка прогорела танцера горячая там все кипит ложку из кармана надо достать да рис с курицей с овощами с какими-то вполне себе на вкус вообще отлично приятного аппетита всем так что такую штуку могу рекомендовать кстати можно даже на головке разогревать поэтому можно брать вот по таганочку мне кстати понравилась прикольная штука но реально места мало занимает а при этом вот один раз можно на одной таблетке разогреть консервы сейчас его почищу и заберу мне все пригодится воду конечно на нем сложно закипятить но может быть если как раз три таблетки использовать она и закипит так ну блюдо ничего такое реально могу рекомендовать у меня прям залетело я бы еще второе съела было два братья поэтому сейчас небольшой десертик пьем воду и начинаем выдвигаться в обратную сторону так ну у меня время наступает выезжать обратно подкрепился отдохнул перекусил поэтому и была кстати идея сделать такой небольшой либо пвд велопоходик либо может быть на несколько дней с сумками такими недорогими не бейкпакинг какой-то дорогущий с ультралайтом и дорогими палатками а так какие-то дешевые сумки сюда поставлю поэтому если интересно вело где-то вело тема я говорю сразу я там не профессионал абсолютно любитель просто для себя езжу мне покайф именно просто удовольствие прокатиться получить не обязательно там далеко на какие-то огромные расстояния у меня не в этом цели совершенно просто куда-то приехать на красивое место встать в лагерь постоять отдохнуть вам что-то показать вообще в этим летом хотел попробовать может быть сплав с пакрафтом и на велосипеде типа вело-водный какой-то походик небольшой не забывайте подписываться потому что много смотрят без подписки чем больше народу смотрят тем больше стимула делать видео тем они будут чаще выходить поэтому не забудьте подписаться поставить лайки всем спасибо за просмотр пока-пока пока в следующем году не забудьте в следующем году в следующем году в следующем году